Виталя Селицкая 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 Спасибо, Вадим Я хотел бы попытаться выполнить все просьбы, которые мне Вадим сейчас озвучил Прежде всего нужно подумать о ключевых концепциях, которые сформулировал Виталя И что касается превентивного авторитаризма, об этом он писал в 2006 году. То есть имеется в виду цветные революции, местные режимы, которые превентивно себя вели и преуспели в этом. С 2006 года мы знаем некоторые страны, которые по этому пути. Я не буду сейчас углубляться в тему революции в Украине или революции в Армении. Для меня это в любом случае этот краткосрочный цикл закончился. Более того, Беларусь сыграла ключевую роль в развитии контрреволюционных методик. Роберт Ховат и другие эти авторы известны. Россия в тот момент находилась между выборами. То есть в 2004 и 2008 год, 2006 год, как раз на середину президентского цикла, выборного цикла припал. И в итоге превентивный авторитаризм сыграл ключевую роль в предотвращении революции. Странно получилось, потому что диагностика цветных революций была хорошо изучена. Роль иностранных государств, роль иностранных организаций. Это была часть решения пропаганды, решения вопроса цветной революции. Что касается основных ключевых моментов, это подделка результатов выборов, подделка опросов общественного мнения, подавление демонстраций, подавление выступлений антиправительственных. Как фальсификация результатов выборов может привести к активизации общества и достаточно широкому политическому спектру? Итак, Виталий это описал в зрелой литературе, которая посвящена авторитаризму. Томас Амбройзе и святоварищи. Авторитарные государства друг у друга учатся, но, опять-таки, авторитарное – это обучение, это обучение в течение всей жизни, можно так назвать. Оно непрерывное. Нельзя так один раз усвоил, и все. Один раз усвоил этот урок, и все. Виталий бы сейчас посмотрел, что изменилось с 2006 года. Проблема с политическими политтехнологиями, контрреволюционными технологиями, в принципе, они высливаются очень широкими категориями. Все вписывается в политические технологии. Политтехнологии используют оппозиции в том числе. Поэтому можно сказать, что сейчас белорусский режим зациклен на идее какой-то определенного волшебной причины. То есть некто сочли основным триггером протеста прошлого года. И они думают, что текущие власти думают, что они могут просто нажать на кнопку «выкол» и, соответственно, решить изначальную проблему тех протестов, которые возникли после выборов. Но это слишком большая зацикленность на технологической стороне вопроса. Некто было лишь одной из многих причин, которые привели к тому, что произошло. Революция в соцсетях, протест без лидеров, протест в виртуальном физическом измерении. Я не уверен, что режим это понимал, и это понимает до сих пор, и поэтому они не смогли это предотвратить. Также есть другая литература, Дэниел Трайзман и другие. И они посвящены так называемому умному авторитаризму, их работы. Что у нас сейчас получается, это массовое принуждение. Даже пропагандисты прорежимные, даже делали заговоров, тоже импортируются из RT. Журналисты, которые пропагандисты, десанты, они из RT, Russia Today. Что касается реакции России на угон воздушного судна Ryanair, конечно, вписывается в общую стратегию поддержки Лукашенко, несмотря на то, что он делает. И также президент Гопник, несмотря на то, что он себя так ведет, тем не менее, такие ситуации его все равно поддерживают. Коалиция уже на этот уровень вышла, выбора нет. Есть еще грубый авторитаризм, который отличается от умного. Сейчас он скорее на арене. Также Виталий сформулировал эту идею. Международный, интернациональный, авторитарный интернационал. С августа 2020 он только укрепился, но и до этого были проблемы. И Россия, и Беларусь сталкиваются с этими дилеммами. Россия также думает о балансе между умным авторитаризмом и группой принуждений. Это не значит, что Россия перестанет притворяться демократической страной, но мы видим все больше и больше принуждений, принудительных мер, то есть мер воздействия, принудительного воздействия в российской политике. Также есть еще демократический интернационал, старомодный, но нужно присматриваться к нему. Россия, Беларусь, оппозиция в этих странах пытаются учиться друг у друга. Не обязательно эти попытки имеют успех. Российский эксперимент, например, воскресные протесты после ареста Навального только две недели продолжались. Но онлайн-тренды, онлайн-методы, онлайн-тактики совпадают. Навальный опубликовал видео, которое, в принципе, тоже спровоцировало появление аналогичного видео про белорусского президента, белорусскую систему. Цикл продолжается. Мы видим, что и оппозиция, и режимы двух стран учатся друг у друга. Конечно, Виталий, будем сейчас с нами, он смотрел на обе стороны этой монеты, этой медали. Самое интересное слово, которое в его концепциях фигурирует, это превентивность, превентивный авторитаризм. В этом случае авторитарная система Беларуси утратила контрольные ситуации в 20-м году, в августе 20-м. И поэтому сейчас джин на бутылку они загнать не смогут. В 2006-м году этот превентивный авторитаризм взаимел успех, а в 2020-м нет. Вот у меня все, пожалуйста. Спасибо большое. Соправдаю вас с этой концепцией фигурирует и авторитарного интернационала. Это, подобно, что мы еще много будем сегодня вертаться. А я так само теперь мне бы хотелось вернуться до Валеры Костюговой, к Валере, как так само узнадала, и спадшину Виталия не только, может, не только такую политологическую, а и его громадскую спадшину, спадшину интеллектуальную. Валерия Костюговая, как и Валерия Костюговая, и ответственно, что это для нас наиболее актуальное. Валерия, вы пришли только микрофон, пожалуйста. Всех приветствую. Хотела я поговорить скорее о гражданском наследии Виталия Силицкого, нежели о его научном наследии, поскольку в целом он и выделялся, и имел влияние именно как лидер экспертного сообщества и человек с очень ясно выраженной политической позицией, которую он не считал необходимой скрывать эту политическую позицию, даже напротив считал, что естественно и нормально для ученого в наших условиях, как минимум, высказывать свои политические симпатии и даже делиться своими политическими советами с политическими акторами. Он, как известно, работал и в штабах политических в свое время, взаимодействовал с партиями, был инициатором нескольких диалоговых площадок между экспертами и политиками. То есть он считал, что знание должно как-то работать на приближение изменений или на ход изменений. Также как гражданский активист, хотел бы я отметить, он был сторонником работы с должным, а не с должным, а с наличным. Я думаю, что немногим это уже сейчас будет понятно, поскольку времена изменились и во многом изменились. И правила, которыми экспертное, гражданское и политическое сообщество пользуется. Но в ту пору, когда Виталий был активен как гражданский активист, очень часто экспертиза, аналитика сосредотачивалась на том, чего у нас нет. Ну, то есть на несоответствие того, чем обладает белорусское общество или государство, каким-то идеям или термином. И фактически значительная часть работ всегда сводилась к этим констатациям, что вот нет того, нет этого, ну и как бы получается, и что будем ждать, пока оно будет такое, или будем как-то добиваться. Он считал, что нет, есть наличное, с ним надо работать и стремиться к тому, чтобы как-то обозначить это то, то, что наличное, в чем оно не соответствует должному, может быть, вообще не иметь в виду должное, а рассматривать как собственные феномены, то есть искать ключи к их изучению. И вот это исследование социальных контрактов, которое, собственно, является, наверное, одной из его ключевых интеллектуальных и гражданских инициатив. Оно, собственно, и было бы инициировано и велось таким образом, чтобы выявить именно существующие в девятом-восьмом году в Беларуси социальные группы, а не те, которые обычно фигурировали как объекты изучения, то есть это как объекты изучения обычно фигурировали либо бюрократические категории, ну, то есть пенсионеры, там, например, работающие, жители регионов, столичные жители, образованные, не образованные, ну, то есть, ну, то есть, как это, категории учета в госорганах, либо вот какие-то дилеммы, которые, может быть, и были характерны для Беларуси, но в прошлом. И, тем не менее, несмотря на это, они очень активно, эти дилеммы поддерживаются госпропагандой. Это восток-запад, капитализм-социализм, национализм, пророссийскость и подобные вот какие-то конструкты, которые, опять-таки, совсем не отражают, ну, ни современное белорусское общество, ни границы этих вот социальных групп. И сама эта работа по социальным контрактам сделала существенные шаги в направлении, ну, поиска границ этих групп, другой какой-то категоризации, но, конечно, она не завершена, и надо признать, что есть работы, которые идут в этом направлении, но именно с границами социальных групп работы очень, по-моему, мало, по-прежнему. То есть с определением вот именно иммонент, ну, присущих нам настоящих социальных групп, именно во многом поэтому для многих исследователей и экспертов такой массовый, такой невероятный выход на улицы в Минске в 2020 году был, ну, серьезной неожиданностью, потому что все-таки эти активные группы плохо улавливаются, повторюсь, этими бюрократическими или же, ну, псевдоидеологическими категориями. И третий его активность, сфера активности, это, собственно, экспертное сообщество Виталия. И должна отметить, что он был один из немногих и первых, кто действовал таким образом, чтобы естественная конкуренция, которая складывается, ну, и вообще без которой невозможна никакая деятельность. В экспертном сообществе ввела, скорее, к взаимообогащению и солидарности к созданию какого-то общего, что ли, капитала экспертного сообщества, нежели, ну, к взаимному исключению, как особенно это характерно для политического сообщества, ну, альтернативного, да, собственно, политического и в целом. И, я думаю, здесь он очень преуспел, да, экспертное сообщество наряду с некоторыми другими секторами ГО, как часть ГО, демонстрирует большую солидарность и взаимообогащение. Ну, и напоследок я хотела бы несколько слов о том, что произошло в 2020 году о Виталии, потому что ведь он заболел, умер фактически вскоре, ну, почти почти сразу после того, как случились события 2010 года, которые не были, что ли, неожиданными и в 2010 году, ну, как бы жесткость властей была неожиданная, она была ошеломляющей. В ту пору теперь мы можем вспоминать те времена как прямо травоядные, прямо скажем. В общем, мы не ожидали, конечно, в свою очередь, что такая жестокость может быть вообще в 21 веке, но как-то и в Европе, но тем не менее мы с этим столкнулись. Тут какие структурные еще сходства для, вот именно, если говорить о Виталии Силицком, ведь он был сторонником диалога, последовательным сторонником диалога, последовательным сторонником диалога, но не романтиком ни в коем случае. То есть он и писал, и говорил, что диалог нужен не для того, чтобы реформировать Лукашенко, который, ну, или его режим, который не реформируем, как он считал, а для того, чтобы дать обществу нарастить мускулы, дать обществу развиваться, как бы, и, ну, как минимум, какое-то время не терпеть насилие массовое. И, надо сказать, что после десятого года он испытывал определенную вину, так, возможно, и все мы сейчас, особенно те, кто, как и я, были сторонниками диалога, ну, и я и остаюсь, конечно, последовательным сторонником диалога, просто настоящие условия ничего вообще не содержит никаких предпосылок для него в данный момент. И он думал о том, что, собственно, было, видимо, упущено, ну, раз уж развязка десятого года представлялась все же неожиданной. и он думал, что речь, что упущено было то, что, как ему казалось, я не знаю, насколько это справедливо, и думал ли он бы так же, например, спустя год после этих событий, но в ту пору ему казалось, что репрессии, которые были после площади десятого года, были запланированы. То есть он считал, что вот каким образом, то есть схематически, что поскольку власть не меняется, а общество меняется постоянно, соответственно, постоянно меняются отношения власти и общества, где у власти просто уже в какой-то момент не хватает ресурсов для сдерживания развития общества или для составления новых социальных контрактов с обществом. И поэтому репрессии это просто выход как бы отбалансировать ситуацию. То есть вернуть ее в какое-то предыдущее состояние, где власть себя чувствует достаточно ресурсной. И не знаю, насколько бы он придерживался этого, ну, этой интуиции, это были какие-то единичные высказывания, он на самом деле большей частью уже был занят совсем другими вещами. Были бы, ну, он бы разделял их спустя год, например, или два. Но это довольно-таки любопытная, скажем так, идея, во всяком случае, для рассмотрения, мне кажется, она подходит и в наши дни. на этом, наверное, у меня пока все. спасибо, Валерия. Действительно, действительно, вот о чем сейчас говоришь, устойчиво дает, мне кажется, большую почву для раздумий насчет того, насколько все это укладывается в современные рамки. Я уже сказал, да, о приложении идей Виталия к 2020 году, мы еще подробнее позже поговорим. А сейчас я хотел бы дать слово Рыгору о стопении, потому что Рыгора теперь кошмар регалий, в связи с Facebook Рыгора пишет, что ее найти основатель Центра новых идей и отца Сони, теперь Рыгора представлять как директора Джетом Хаунс в Галарусе Нишейфеев. Но, в данном попадании, мы это включили в наш анонс, важно то, что Рыгор также являет основатель Виталий Силийцкий Fellowship и да, восьм раз Рыгор шерсть на каталин в чате в зуме. Я просил бы тебе начать задсказы на питание, а почему ты хотел бы быть основатель стипендой названой имам Виталия Силийцкого, почему ты лечишь, что его внесок настолько важный в белорусскую среду хромат сектору, вольтологию? Дякую великий Вадим Дякую добрый вечер уже на самом речи я маю крых инш так сказать бэкграунд может от большинства людей, которые тут присутствуют, я уже не сострялся с Виталем я читал нестерку уже пасля часы как появился фейсбук мы были сябрами фейсбуку але уже ци я Виталя несу строка и в принципе я могу оперовать некими вспоминами тем, что он думал какие там может быть дадыков эссенции вонах словах чтобы он думал про сегодняшню ситуацию але кале отказан твое питание Вадим одно из того чему мы створили у центра новых идей Виталя Селинский fellowship то идея была у нас конечно Виталя безумовно являлся глыбой у политологичном сентяне но и другого боку так само мы повинны осознавлять что Виталя это наш бренд яки у нашим же интерес развивать потому что Виталя человек который имел с правды репутацию доследчика человек активного и минавито нам для нас важно так далее сказать про то что такие люди есть что они повинны заявляться в Беларуси что наша задача коротко люди подобные до Виталя все больше заявлялись в Беларуси когда сказать уже крыху про его спадщину про его на погляд то я повторюсь что я тот человек который наименьшую ступенью может говорить говорит але я в принципе читал не все это конечно было некогда тому за 2021 год я хиба прочитал одну книжку за другую полу двадцатого приклад настолько але в принципе что ничто я сегодня перед размовой проглядел арты кулы арха так самая поглядел что писалось выходила после смерти Виталя Силийцкого и в принципе я наткнулся на арты Роджера Потоцкого относно докологу Виталя Силийцкого и я хотел бы проговорить как бы могло бы развиваться бо кали подумают то что Виталь писал у иншой атмосферы и как можно это выкористов теперь в 2021 годе и первый тезис про который казалось у экологу это про то что Виталь сказал про необходимость працавать в Украине а не за ее межами что Силийцкий выступал по трюмку организации которые работают в Беларуси и створение диаспоры на Заходе в принципе питание створения диаспоры на Заходе складано когось обвинувачивать и сказать что это дрен потому что люди выбирали помеж своей свободой и несвободой потому рост диаспоральных организаций в неком смысле абсолютно нормальный я так сам находимся в Беларуси в этом момент что вот протягивает эту думку Виталя что сегодня здесь на этот принцип мне подается что и он дает результат вельми важный в том смысле что шмат учим дискурс становится белорусский досы миграцион у полиции то что мы бачим что отбывается разрыв повестки тех лидеров которые знаходятся за межами краины от того что отбывается внутри края я думаю что вельми важно как проговор публич и что необходимо вертание до того что отбывается внутри края конечно это простее сказать чем сделать но как приклад такого я думаю что большая увага должна быть до того что отбывается внутри края белорусы на паде и кем шинам зимы варто размавляться и кем шинам зиме трэва працаваць як простый приклад вставлення до санкций до белорусы на белого стягу мы бачим тое что на сам речь гэта под подход до русского громадства крыху одрознювается от того что пропонуют оппозиционные лидеры которые знаходятся за межой и это не значит я не кажу что оппозиционные лидеры повинны перестать сказать про санкции перестать расположить белочево на белостях кучей говорка про тое что необходно жить в этой реальности и не информовать людей не коммуниковать с людьми не строить додатковые мосты и про тое что Валерия сказала працавац с тем что дать знак а не с тем что бы хотелось другая речь которая была в этом артыкуле это про тое что Витальц выступал за обеднанную оппозицию и казал что неважно дозволясь как приватные обицы политиков разъедновывали оппозицию я думаю что мы в некой ступени в этот момент не до конца усведомляем что на самом речь тое что теперь бывает это великое достигнение в этом сенсе что русская оппозиция сегодня публично обеднана если уявить ситуацию что она публично начала разъедновываться я не понимаю что все должны ходить одним шахтом что никто не должен работать с полной что все должны иметь так в принципе едность заховывается и кали увидит ситуацию что это едности не было то для белорусского громадства это было бы ну вельми негативно было спрымалось так и это створало бы еще большую депрессию тому я думаю что вот это это все вельми истотно и нехай некие шилины безумовно иснуют у память шилины для расколу память ровными структурами в принципе они все рукотворные их можно при ожидании залатать то что это все не застается я думаю это то что это застается это время долго третье что было написано это про политичные да что недержавная организация повинна удельничать все политики и я думаю что есть безумно розные подоходы что кто повинет оставаться экспертами то есть займать такую экспертную позицию заставаться незалежными и многим объективными и соответственно это тезис он шмат учим сегодняшним днем наураться супереч тому и как мы отшивали себе 2018 2019 годзе или контакты между НДА и политическими структурами были уже значительно слабыми теперь я думаю что это снова будет не вертается до своего такого стану который был там когда Виталий это писал когда думал я думаю что НДА должны быть еще более политически активными я сходжу тут с того что это конечно может быть для самих НДА я с другого боку я думаю что это было бы вельми корыстно для Беларуси в том сенсе что за прошлый год у белорусской политики появилось вельми шмат людей из инших секторов ну и по расширости у нас в принципе политичных досвиду политики не было и зараз она незвычайная скажем прямо но теперь мы бачим то что вельми шмат людей с розными подыходами белорусской политики есть кто пришел с IT сферы нехто пришел с коммерцийных организаций мы бачим вельми шмат розных активистов и мне просто подается что НДА тут могли бы играть большую роль тем сэй что они наибольш приближны до разумения того как повинна больше меньше выгадать публичная политика что когда поглядят шмат таких девич они часто снимают разумение что повинна быть сказано как повинна быть сказано НДА сама находится таким станем кемина находится российская заходе диалог находится от им станет находится и мышь матучим тратили такую ситуацию кроме тратили алия самое склада я думаю что теперь есть готовы что складание казать про то что все-таки повинен быть некий международный диалог помимо россии и захода что повинен быть они включены в беларусь и я там бачу на там на властном приходе на протоколе инших людей на досвиде инших людей что в этой тезис уже вельми складано заходить в тем сенсе что мало кто лечит что в принципе некий диалог с россией махчимы другого боку для нас и он гэта диалог вельми важный потому что шматучим все ж таки складано вовить себе ситуацию кали наш политичный кризис будзе выращены позитивно без за того что россия неким чинам адобрыть ци конструктурно адыгра в осю выращение гэтая кризис еще литерально две хилинки дарутся что морковь статягу это на суну это глубокий скептицизм у относится до россии виталя что он вечно сказал про то что демократичные изменения не не могут прийти в беларусь россии в принципе мы бачим то что беларусь демократичные изменения уже пришли в беларусь с беларуси так уже как бы у нас нема неких там водка улицов что кто с этим не верим что то есть и там что сети зробить в том смысле что мы все же таки ужимаем некую большую громадство некую большую субъектность а леву каливуюсь протягиваться за эту думку про глубокий скептицизм россии то мне падается что важным было бы это не откидывать россию цалко что мы повинны усведомлять что для россии демократы безумно не являются каштовностью и что я нам наврать зацикавленная макраты как не было в беларуси в принципе яны могут принять як дадзенность некий формат демократы калью не будет соперечься с российским интересом конечно питание про российские интересы так сама еще и облегка абстракция но я думаю что что варта все ж таки заховывать вузгеты глубокий скептицизм про який писал виталя лео все ж таки с другого боку усведомлять что в принципе часы зменилися и калий белорусская грамадства калий белорусские политические силы вдолью узнать ци некий формат дочленню белоруссии россии то макчыма может быть надо учесть за все россии не будет суперечка об этой людзе политические силы были обранные праз праз празрыстые демократычные выборы и а кошняя речь это про то что виталя писал про развитие демократы и годный учинок но в этом писал учесть для захода что заход повинен на деньчать в процессовании промывании демократы в беларуси я думаю что уж матучим в принципе впервые это и отбывается ну тут не я хотел выходить нам как там видать это заходная политика добра на тедренная или в принципе мы бачим то что то что отбывается с боку захода это когда его нам каштому на этом все дякую великим дякую ворс прады то есть ускадал от пошатку про то что да еще от розыгрыша не может на ноу стиху не был особистым знакомым с виталем я ускадал верми таки можно было бы принадлежать для меня не цикаго факт что с одного боку я любую я и коли не был сам особистым с виталем зная мы там могли бы с ним обвырковывать думки что такое все ж таки часы калли виталь же у тебя дыхал я был занадто молодым в этом секторе я уже потом уже праздник и год пасля смерти виталя побачил что он одним из первых мероприемств у либерального клуба куды ательсты проходил таки молодые соленые мы побачь с виталем сидим но ведомо у той час я его не ведаю шоу просто думать а дитяки мужчина повыше со мной и ведомо я кида в мене а ля канешне потом праздник ракий год было дзи было титава так побачить к этой подознам к бачу шоу отрывовываться неколи уже тим мы поспеем божьем сидеть а ля таки заиск нишня крыма шоу это символичные веселые штуки это ничога не досталось а тому знову таки важно здаясь восьмозапачивать кэтую интеллектуальной дискуссии а не тольки подознамки и тому я хотел бы аккурат передать слово а лене писько а уже зараз може може не тольки и про спадшину селитского зараз было и шматы маркованю сама про вакуал гэда да и про то як я зараз може и пера пера продумлять и панование про ее разважать тому клене ласка дяку великий вадзим я вельми рады што ригор и вадзим до таго як до мене дайшла чарга прызналіся што яны не ведалі василя таму што я так хвалявалася перед гэтай дискуссией думала што я буду адзин шлавек якого василя які николе не сустрялся з василем при житсі таму зараз нютрыху легчей але таксама мне вось цікава я пасправую пра аналізаваць его идеи што я не значысь але бать гэта такий приклад постмодернизма калі аутар памёр і идея гэта тое што интерпратуецца людьми якие застаюцца таму а мне таксама было цікава я была бы дяшна каде людя які сустракаліся з Василем выправлялі мене з Віталем прабачте выправлялі б мене і казалі што гэта не вось не той што ян мів на увазі а так атрымалася што ў житсі я атрымала целых две стыпендії Віталя Сіліцкага і махчыма я той приклад яго соціяльной спадчаны і таго што ён пакінув для нащадка я могу толькі спадзявацца што я годна экземпляры спадчаны Віталя і што змагу годна ё працягваць а таму ось маў думкі будуть мабыць традзіны на гэтый элемент яго спадчаны але я што хацела сказаць пару слов і пра тое што вось мы размавляем пра ролі кую Віталя Сіліцкі граў для Беларусі але на сам рач ёго ідеї былі важны не толькі для Беларусаў але і для аналітыкаў, філосафаў, практикаў і шарайшага грамаства па замежмай Беларусі так сама і пачаць б я ось хацела пра з такого сумнага назірання Вадзім на пачацку сказаў, што мы папробам адсачыць ці праў бы спадар Сіліцкі ці не праў і вось мабыць гэта з адзін з тых выпадкаў, калі ты робіш пісімістычная прагнозы і такі ў ця конфліктная пачуцьоць, ты хочеш быць і правым ў своім прагнозах але калі гэта пісімістычная прагнозы здаясняюцца, то ўсё ж такі ёсь пачыцьо, што ты думаеш, лебш бы я был не праў ў маіх прадказаннях я думаю, гэта якраз той выпадак ў Віталя пра барці, не ведаю, чому яго назіваю Василёму ісчас, Віталі, канешня і нажалі, мне падаецца, што выпадак Віталя гэта тое, што нажалі шмат з яго прагнозаў спраўчваюцца і шмат шаго ён бачыў, на што мы не зверталі дастаткова увагі ў жыці ён шмат пісаў пра тое, як аутарытарныя рэжымы карыстаюцца апэраджальными сродками і як яны забываюць ўкрані ў сія прагметы дэмакраціі і мня падаецца, што мы не дастаткова увагі ўділялі гэтэму моменту і прапустили той момент, калі можна было умяшацца і калі умяшацца было прастей. І вось пра што яшчы думаецца ў сённяшніх умовах? Эндру на пачатку казаў пра тое, што неудача і нездольнацца апэрэдзіць і прадухіліць гэта тое, што мы таксама назіраем зараз. І хателась бы яшчы больша развідзіць гэтую думку. То, што мы бачым зараз гэта тое, што калі аутарытарызм засяроджваецца толькі на некім апэрэджвані на спарбаванні прадухіліць, а не на реагаванні на патрэбы грамацтва, ён тым самым страчваець сувіць грамацтвам. І гэта становецца ёго слабым мэсццем. І яшчы, якое надзірання ў гэтым дачанянні, што ёсць то, што мы бачым ў Беларусі, даказвае, што ёсць пэвнае мэжы, на колькі можна аутарытарны рэжым істі на апэражэнні. Ёсць пэвны ліміт, колькі грамацтва можа вытрымаць і колькі не можа. І вось яшчы в гэтым момент пра міжнародную сітуацію. Ёншман пэсаў пра тое, як аутарытарны рэжымы ўсіх стран могуць аб'ядновацца, амаляк пралітерыядзу ўсіх стран. Але калі вось ён пэсаў гэтае тэксты ўсё ж было такой цайтгайс, такды был такі, што было чываня, што дэмакраты выграюць. Мня падаецца, што зараз такога чываня нема і ёсць чываня, што аутарытарны рэжымы выграюць, а дэмакратыям трэба абараняцца. Эндрю вельмі добра распавядав пра тое, што аутарытарны рэжымы таксама вучыцца адзін однаго, і мня ось таксама падаецца, што ў даслэдвэнях ёсцца бэльшу практицы, мы надзеляем вельмі шмат увагі цаму, як дэмакраты вучыцца адзін однаго, і не надзадаткова надзеляем увагі таму, як аутарытарны рэжымы вучыцца ў адзін однаго. І вось, калі казаць знов пра міжнародну сітуацію, то навад калі мы прэзнаем, што Лукашэнка зрэбіў вельмі шмат для прасавані аутарытаризму, ў сёжны мяравоя рэнь ёль значна болш ўплывовая прахильнікі аутарытаризму. І тое, што іны існуюць, стварае асіродыку, якім і метады, і палітыка Лукашэнкі могуць працягвацца вельмі долгий час. Віталь таксама пісал пра ў гэты вірус, які был стрыманы, і, канешні, ён меў на увазі вірус дэмакратыў. На жаль, мене падаецца, што зараз ў сёдняшні часы ў нас два вірусы, і гэта не вірусы дэмакратыў. Першы вірус – гэта, канешні, COVID, і другі вірус – гэта вірус аутарытарызму. І вось гэта камбінація кавіду і аутарытарызму вельмі разбуральне. Але ўсё ж такі, каліпс кончыць на пазітыве, мене падаецца, што ў свете зараз вельмі добра адчуваець, што аутарытарныя рэжымы махчыма зайшлі значна далей, чым мы спадзіваліся, і дэмакратыі крыху расслабіліся. І плануецца така крыху мабілізація дэмакратычных країнаў. І вось мы бачыма пра тое, як ведзецца падрыхтовка, наприклад, ў США па арганізаціі саміту дэмакратыі, як країны і ў Європі і ў Амерыці, спрабуюць наладзіць большу працовністу па між дэмакратычными країнамі. Тому я ўсё ж такі спадзіюся, што наступны епізод гэтэга серіалу будзе называцца «Democracy Strikes Back» і ўсё ж такі, што наступны вірус, які будзе пераможаны, гэта не вірус дэмакраты, а вірус авторитарызму. Дякую, Аліна. Саправды, я хатілоць ім па дома. Вядом спадзіюаць на гэтэ. І спадзію гэтэ добрым. Калі правно баць цим ўсё па раз, чого пачыналіць, то гэта той аптимістычны прагноцт, ў які акурат хатялоць вірыць, што ён спадзіцца. Ну і, як кажуць, лас ватнут ліст. Калі ўжо мы кажім про спадзіну Міталя Атіліцькага і пра тых, хто прадзягвае гонную вправу, Некалькими рефлексиями на конт актуальности политологичных концепций у Виталя Селицкого хочу поделиться. Можно на початку мета рефлексия. Пытание такого характера. Ци концепции, альбо напрацовки политологичные, которые створались 10-20 годов назад, альбо более, цены могут быть актуальными цепер. Виталя Селицкий был одним из таких политологов, которые добро уловливали законамерности, механизмы, которые стоят за политологичными процессами. Конечно, политология не может пратендовать на выкрывание железных законов, аль паўные закономерности, такие мягкие законы, паўные патерны. Так, гэта махчыма. И Виталя Селицкий, на кольке гэта дазваляя, такая вот дисциплина, як политология, я лечу, што гэта рабиў вельми добра, ци дзякуючы яго интуицы, ци рациянальному мысленню, махаччай заўся і тому, і тому. И перачытваючы яго працы, я асабиста я вельми добра, нашмат лепшы разумею, тое, што адбылося ў Беларусі ў 20-м годзе. Не глядзячы на тое, што Виталя Селицкий пісаў, асноўны яго працы паўставали ў нулявых гадах, прачыму першай палове нулявых гадоў, гэта доўгая дарога ад тыраніў, ад кладзіная свабода. И не глядзячы на гэта так, я лечу, што дзякуючы працам Селицкагам можам лепш заразумеў тое, што адбылося ў 2020-м годзе. Але я думаю, што яшчы болш, не толькі заразумеў тое, што адбылося ў 2020-м годзе, але і тое, што на конт будучынь, якая імаверная будучыня чакая Беларусь. Вітаў Селицкі пісаў пра сценарый будучых, як могуць ў будучыні радзвортвацца падзеў трэнды ў Беларусі, без прывязкі да конкретных часавых межаў, гэта ён не пісаў, што гэта пра стрэці 5-15 годзе, казаў пра паўныя трэнды, каторая кіруюць на огоў піраадолўванням аутарытарнага, значыць, трансформацыў аутарытарызмам. І вось я хацеў бы падзеўіцца спачатку тымі напрацовкамі Віталя, значыць, напрацовкамі ў маўеў перадачы, ў маўым выданні трансляцыў, скажам так, на конт таго, што адбылося ў Беларусі ў 20-м годзе. І калі будзе час дазваляць, так сама на конт сценаріў. На базе таго, што Віталь казаў пра будучыню Беларусі, казаў ў тыя далекія нулявыя гады, але што саправды будзе ў будучым, што вынікаець з тых прагнозаў Віталя, што можа быць, які сценары тут махчымы. Перша рэч, што Віталь Севицкі звертаў ўвагу на тое, што ў аутарытарным фармаче не так шмат јсть махчымасцеў дзеяння, махчымасцеў кінуць выклік, але якара казаў пра вельмі важную нагоду, якиме зявляюцца выбары. Канешні ў аутарытарным фармачах гэта псевдавыбары, тем не меншы јны адслэняюць паўныя слабінкі, слабыя місцы аутарытарнага рэжыму. Важная рэч, на якую ён звертаў ўвагу на кунт ролі соціума, гармацтва. Бо так прынята лічыць, што гармацтва запужаная ў аутарытарным рэжыме, ну і праста кожны баіцца кінуць выклік. Ну і так, і ў значны ступені гэта праўда. Але Віталі Селіцькі звертаў ўвагу на тое, што прысутнічае так сама раціональнае мысленье ў паводзінах людзей ў ваўмовах аутарытарызму, што за вось гэтым соціяльным канфармізмам, таго, што людзі пагажаюцца на аутарытарызм, што гэта небываскова вынікае з такіх жвёльных, там, ірраціональных фактороў, што там ўсе запужаныя, альба ўсе там слепа віраць ў аутарытэта, альба просто раціональнае калькуляція. А менавіта тое, што ў сітуація, калі ёсць бульшасная патрымка для рэжыму, альба ўсякім разя, калі патрымка для рэжыму перавышае патрымку для альтернатыбаў, то тады просто спрацовувае раціональнае калькуляція. Людзі мысляць такім чынам, ну, ця плочваецца мне ангажавацца ў нейка актыўнае дзеўне. Конкретна тут зацытую, як сам Віталіх гэта фармулюе, калі апытанні свечач, што, напрыклад, 10% патрымлівае аппазіцію, 35% лукашэнку, гэта азначае, што з кожных 10 чалавек, зякімі сярядні статэстычны беларусы кыкаецца, 34 патрымліваюць рэжым, адзін патрымлівае аппазіцію, ну, а 6-7 просто абыякавае, альбо вагаюцца, не бачыць іншы альтернатывы. І су адносна 75% тых, хто лічыць, што прэзидэнтам знов будзе Лукашэнка, прагназуюць вынікі адэкватна. Гэта просто, гэта, ну, то такое здарова сэнсавы рефлекс спрацовыя. Рациэнальна ў некім сэнце людзі паводзят сябе ў ситуаці, калі нема большаснай перавагі прыхильніка ў перамену. Царховая рэч, ну, Віталь, звертаю увагу на тое, што перамога, перамогу немахчыма абвязціць прапагандыцькімі метадамі. Перамога мусіць быць реальнай, яна не можа быць выдуманай. Абвязчэння перамогі аппазіцыі павінна гучаць як праўда. Сама аппазіцыя павінна верыць, што гэта так яно і ёсць. Ну, тады, калі хтосьце спрабуе стварыць фікцыйнуя реальнаць, а так часам, ну, не часам, наваць часто такое здаралася. Я літеральна памятаю ў 2006-м годзе были закликі да таго, што давайте просто будзем гаварыць, давайте будзем прагназаваць, што ўсё свечыць, там, саціалагічна апытання ні быта свечыць, што аппазіцыя перамагае, мы сами будзем гэта стваржаць, а навац, калі не пераможам, то будзем гаварыць, што мы перамаглі. Ні, гэта не спрацуе, мусіць за гэтым стаяць реальнаць. Яким чынам гэта спрацове, ну, знову жа, Віталь, тлумачыць такім чынам, што узяць хацябы выбарчыя камісі, гэта коласальны зраз грамадства, які пэўным чынам репрадукуе саціалну атмацверу, і каві ў грамадстве піраважная большасць настроена супраць рэжыму, то хуццаў за ўсё такая ж атмацвераю в выбарчых камісіях. Таким чынам фальсіфікацыј яны, ну, технічна махчымы, технічна выканальны, але займець ефект ад гэтага, доўга терміновый ефект, крайне складана, амальні махчымы. Ну, і трэця рэч, то, ну, важнаць масавага вулічнахатиску, асабліва ў аутарытарным фармаце, без гэтага, ну, амаль, амальніяк, без вулічнахатиску, хоць гэта і рызыковна, хоць гэта і сустракаяцца з крытыкай паэтычных, там, ці палітычных, ці психалагічных прычынах, але без гэтага нія. Ну, але з дрога боку, знов жа тут паўтарыцца варта, што немахчыма гэта арганізоваць без усведамлэння грамадцтам свае перамоги, веры ў гэтаю перамогу. Вась, ну, і што адбылося ў 20-м годзе? Ну, адбылося менавіта тое, што грамадцтва адчула значыць прыхыльнікі пераменаў адчуле сябе большасць. І што за гэтым стаяла паўна, ну, акрэсленная реальнаць, факты. Канешні, тут мы можам спрачацца, наколькі з цыста саціалагічна агледзішча гэтая перамога апазіцыў была, але, але ва ўсяким раззе тут нема ніякіх сумнебаў, што прыхыльнікаў пераменаў і прыхыльнікаў тых прыхыльнікаў вось прэзэдэнтуры Цихановска іх было вельмішма. Амальна паўна блізілася да 50%. Худшэй за ўсё было болш за 50%. Во всяким раззе гэта нешта коласальна. Перамоги паўкуль, што такой, як хацелася б мець, не было, не атрымалася паўлю, што, але на гэта ёсць працэс. Тем не менш, тоя, што атрымалася, гэта безпрацэдэнтная мобилизация, грамадская мобилизация, прадэмакратычная мобилизация. Тут я хацел бы паказаць вось індэкс. Индэкс, который складзэны the varieties of democracy. Вось ў Беларусі можам тут па бачыць, што ў 2020 годзе гэты індэкс прадэмакратычной мобилизаций быў ацэнэна на 3,99 з пасярот чатырох махчымых балал. Тобок ў історэй Беларусі гэта безпрацэдэнтная прадэмакратычная мобилизация адбылася. Але не толькі ў історэй Беларусі. Хацшу паказаць іншую картинку, іншы графік. Гэта топ-15 самых масштабных і працяглых выпадкаў прадэмакратычной мобилизаций за апошні 50 гадоў. Знов же шкала ад аднаго да чатырох. Беларусі зявляецца ў топе. Беларусі зявляецца не толькі ў сярот гэтых пяцнадцэці найбольш масштабных і працяглых выпадкаў прадэмакратычная мобилизация, але па сутнаці на першым і другим місце зі разам з Ганконгам. Так як бачым, гэта не прывяло да змены рэжыму, бо гэта ёсць шарах іншых прычынаў, шарах іншых факторам. Тамі мэш важна ўсвядамляць тое, што ўжо адбылось. Гэта вельми важная перадпасылка для далейшага працэсу. Гэта адбылось з нагоды електоральнага працэсу. Гэта адбылось за коштаго, што сапрауды значная частка грамацтва, амальна пэўна большая частка грамацтва выказалася ў тойці іншай мэры за пірамены, што гэта не было нейкай спробай пагуляць ў соціальны конструкт, што мы так прапагандысккими спосабами створым такуў реальнаць, выдумаем, што нібыта нас большасць. Не, за гэтым стаяла пэвная акрэсленная реальнаць, гэта вынікала з коммунікацій пэмеж людьми. И што гэта крайне складана было схаваць, што ёсць межы фальшу, што ёсць пэвная межы, за каторыми просто фальш ламаяцца, што ён ўжо не можа выстаяць. И гэта рэчы, ну, каторые, каторые можна было вось прачытаць ў Віталя 10-15, нават больш гадоў назад, рэчы, ну, каторые, каторые вось цапер на фоне того, што адбылося, ну, дазваляюць лепш зразумець беларускую рэча ёснаць, на гэтын я спынюся, дякую. Дякую, Пётра, саправды, вірмі, эймэ цякавэй трафікі, я тэксама добра иллюструюць тое, як мы побачыли цапер ця первособліць ёнэтэй идэй, я б хацэл татсама, мээш, крэмэта, пакэршо, як да, пэнкаваць, эймэжу пэнкаваць, а шештаке, шэр спорнингсць, мэнээйтэ, мэркаваць тое, што мы побачыли ця идея Виталя у Виталя Селискага у 2020-2021 годзе, што гэта ідэя каасць про сёняшнія падея, галовныя, галовныя саправды, што будзе дай, бо, як мы бачын, калээ кэта ідэя годна аджестровуваць падея, кэн бэлліся п'нэс 10 год пэсля смэрті аутара, то можы і на наступнэй 10 год гэо што там пагэдзеть. Истамом нагадаць, што я бачу, што зараз знамі у зумі шмак будзе які разом з Виталем пацывалі , учыліся, яким ёць што узгадать, і тому кэсляда байх Mode зараз обмаркуєм в ГТ, я попрашу всіх вас кому будзі што узгаднить про Виталя, хто 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 задавць і підляляся досвідом. К самого паду маўчах повісу, будзі ласка надамай руху, і у нас будемо всіхи підключіться, и выказаться, и усказать Виталя добрым словом, и чем я запомнился именно Виталям. Поэтому теперь я хотел бы снова прости по нашему коллю спикеру, и ответственность за спадрай Андрею Билсона по чате, и одно из того, как вам бачиться, три концепции Виталя, про которые мы сказали, что когда приходили сейчас на Беларусь, на наши подеи, и, соответственно, когда рахтовали другое выдание книги, и, как называлось, что за концепцией Виталя допомагало асенсовывать эту рычаичность, а что, наоборот, важно для некого апдейта, несуток мнения за беспрецедентной беларусской роликой. Спасибо еще раз за предложение. К 20-му году белорусский режим показывал уже признаки старения, и он уже перестал учиться надлежащим образом, стал отставать в учебе, и усваивал не те уроки. Может быть, в 2006 году можно было это предсказать, можно было это оценить, и тогда можно было бы успешные меры принять. Но что касается 2020 года, давайте вспомним два предыдущих выбора, двое выборов до этого. Во-первых, протестов в 2015 году, например, особого не было. Там были особые ситуации. То есть, спустя год начала войны в Украине, поэтому здесь аргумент стабильности сыграл свою роль. Но в 2010 году тоже были выборы, и тот урок был усвоен. Скорее, ожидалось несколько дней тяжелых подавлений протестов, то есть протесты и их подавления. Но в этот раз, в 2020 году, джин оказался слишком большим, чтобы засунуть и запихнуть в обратную бутылку. Протесты не начались в день выборов. Они начали разбираться ранее, до этого. Во-первых, после кампании Тихановской, Тихановского, который привлек большие толпы, и затем то, что делала Светлана, тоже собирала огромные толпы. И также крупная неудача политика борьбы с коронавирусом. Правительство провалило эту задачу свою. По социальному контракту, социальному договору, у них была такая роль. Люди стали сами организовывать инициативы, единичные добровольцы помогали медикам, помогали системе здравоохранения. Вот таким образом возникали чаты, комьюнити, сообщество. Общество начало помогать друг другу. Плюс сама президентская кампания, президентская гонка создала почву, плодотворную почву для протеста. Я не думал, что Лукашенко достаточно продумал эту ситуацию. Он не подумал, насколько страна, не подумал, не продумал, насколько страна изменилась с момента выборов 2010-2015 годов. В принципе, он сам очень большую ответственность нес за изменения. Долгосрочные последствия его иностранной политики, его внешней политики после войны с Украиной. Стратегии диверсификации, стратегии работы на несколько направлений, попытки поддержать диверсификацию экономики, меньшая зависимость от российских субсидий, подыгрывание IT-сектору, развитие частного сектора и в ограниченной степени либерализация. Ну, может быть, либерализация слишком сильным словом. Ослабление Гаи, для того, чтобы, политический Гаи, для того, чтобы санкции против него были сняты. Помните, 16-й год? Для того, чтобы эта самая диверсификация сработала. То есть, по сути, в 20-м году мы видим совсем другую страну. Беларусь совсем другая страна, чем в 15-м, в 10-м и тем более в 94-м году у нас была совсем другая. Начну с того, наверное, что я закончил. Виталий очень... Виталий очень любил интересные истории. Что произошло? То есть, можно ли просто дернуть ручник, тормоз и остановить, и развернуться? Те шаги, которые предпринимает автократ. Нужно работать в том поле социальных изменений, которые происходят вокруг. Он вынужден работать в этом поле. Ну, ладно. Личная история. Петр, наверное, вспомнит ту статью, которую я написал для его веб-сайта. Как мы смотрели с Виталием футбол, футбольный матч в Праге. Смотрели на Лигу чемпионов, по-моему, с ним. Да. Я болельщик Манчестера Юнайтедса. Я говорил об этом, говорил о прошлых победах Манчестера Юнайтедса. Когда Манчестер Юнайтедс победил, подходит репортер к менеджеру клуба. «Что произошло? Что вы скажете?» И он сказал «Футбол, а? Черт подери!» Вот все, что он сказал в самом важном момент своей жизни. Я думаю, что Виталию как раз понравилась такая человеческая сторона специалиста такого уровня. Да, он очень любил, когда люди искренне выражали эмоции без экилопов. Дякую, дякую, Эндрю. С оправдой, я чекаю за счет, но мы покраснее начинаем проходить от обморкования экологичных концертов, но и к особистым историям. И дякую за это. Будем далее проходить. Вы говорили, да, пришла уже особистая кодка, и я аккурат к тому, что мы сконцентрировали добрый кадр на Валерии. Валерия, давайте протяжнем про то, как концепцию Италия можно приклассить до 2020 года. Мне кажется, что сейчас Эндрю очень хорошо сказал важную вещь, что практически из-за того, что выборы в 2015 году пришли в такой атмосфере, где уже избегание протеста было обморовано не деньгами оплаты, а несколькими обстоятельствами. И практически это 10 лет от тех выборов, которые Виталий побачил до 2020 года. Фактически это за выделением компании 2015 года держится. Это аккуратно наступные президентские выборы, которые прошли в Беларуси без Виталия. И где мы можем это побачить? Держится таки долгий шаг. Как ты лечишь и какие концепции будут продать працавали? На что может я обратила внимание прежде всего на две вещи. Первое это война России против Украины. Виталий этого не видел. И в целом в его работах фактор России и ее готовности фактически голым насилием вернуть или попытаться вернуть своих союзников, не знаю, как назвать, свою зону влияния прямо военными средствами. надо сказать, ведь это для всех, для нас, я имею в виду для Европы в целом, это было совершенно шокирующим открытием. Вместе с тем шокирующим открытием было и то, что Россия, несмотря на готовность и желание это сделать, оказалась не способна это сделать. То есть две вещи, которые никак в прежних временах не прочитывались. Вторая вещь. Неправда, что по внешним причинам, в 15-м году не было протестов. Нет. На самом деле именно идеи Виталия Селицкого привели к тому, что часть политикума решила, что вот эту паузу, этот ход маятника можно удлинить на какое-то количество лет для того, чтобы гражданское общество сумело нарастить мускулы и привлечь людей в относительно безопасную среду, потому что протесты всегда делили только к одному, к репрессиям и частичной или полной зачистке более независимого и политики, и гражданского общества. И, соответственно, начиналось и ходилось после каждого избирательного цикла фактически выстраивать все заново, в то время как выборы 15-го года позволили просто продолжить. Надо сказать, что, конечно же, неправда, что вот совсем заново приходится все выстраивать, и тут есть третий фактор, который, опять-таки, невозможно было учитывать в ту пору, когда Виталий активно занимался активной исследовательской деятельностью, это фактор диаспоры, вот о чем говорил Рыгор, и что мне кажется очень важным, время изменилось, выезд за границу сегодня это совсем не то же самое, что 15-20 лет назад, участие диаспор в политике и в 20-м году сыграло огромную роль, и я уверена, что участие диаспор в политике будет и в дальнейшем не просто вот как это бывало в прежние времена, ну как это бывало вот так вот, то есть политическая эмиграция фактически в значительной своей части говорила о том, что никакой подлинной оппозиции в стране не осталось и соответственно нечего от них и ждать. И надо сказать, что это все, мне кажется, и сами эти подходы меняются, но и вот турне Светланы по разным странам показывает, что вообще-то роль диаспор может вырасти еще именно и в смысле создания информационной картины внутри стран, где они проживают, но и влияние на и взаимодействие с белорусским гражданским обществом. Дальше я хотела бы сказать про какие-то прогнозы, если отталкиваться от мыслей и тезисов Виталия, как я их познаю и понимаю. Но тут обязательно нужно учитываться эти три фактора, то есть Россия и ее готовность к насилию, то есть к военному вмешательству, вот это удлиненная пауза, да, она дала какие-то результаты, несомненно, мы их увидели, но с другой стороны и масштаб репрессий, знаете, просто то есть непонятно, нужна ли она эта пауза, теперь вот спустя столько лет как-то трудно оценить, пока во всяком случае процесс не завершен, ее целесообразность не очевидна теперь, и вот роль диаспоры вообще глобализация, что ли, глобализация, как мы ее теперь уже знаем, как она развилась, так вот, Виталий всегда все-таки исходил из базового уравнения развития общества и развития режима и какого-то поиска баланса и со стороны общества и со стороны режима для сохранения или наоборот движения вперед, то есть он исходил из того, что вот отсюда надо отталкиваться и пока мы видим, что власти, режим до буквально последних там, ну и не знаю, двух-трех недель, четырех может, стремились именно общество привести в состояние баланса со своими установками, то есть просто избавиться от всех, кто этот баланс нарушает, то есть от высокооплачиваемых специалистов, ну то есть фактически способствуя иммиграции высокооплачиваемых специалистов, фактически ее понуждая, вот так скажем, ну не говоря уже об оппозиции, гражданских активистов, это само собой, но и в целом как бы действовать таким образом, чтобы ну развитие страны, экономическое в том числе, вернуть на предыдущий период, просто вернуть те обстоятельства, в которых оно там себя чувствовало более или менее комфортно. Но надо сказать, что эти меры потребовали сразу же, еще сразу ну фактически новых ресурсов, собственных ресурсов власти не охватило, и они обратились к России, которая эти ресурсы предоставила и в информационном плане. Мы видим, что ну нынешняя белорусская пропаганда, это безусловно да, российская пропаганда, в ней нет ничего от того, что в ней, какой она была до 20-го года, то есть поменялась просто все, манера, тезисы, ну все, и финансовые, и силовые ресурсы, все это было позаимствовано и остается заимствованным. И тут, ну, знаете, я лично не верю просто, я не знаю, что сказал бы по этому поводу Виталий, но думаю, был согласен, не верю, что можно вернуть общество и развитие буквально вот на 15, что ли, лет назад. Ну, не верю в такую вообще возможность. С другой стороны, даже при помощи там, российских рычагов, я бы очень интересную мысль сказал, Биллсен, насчет вот взаимодействия с российской оппозиции. Дело даже не в самом, может быть, только взаимодействии, хотя и оно возможно каким-то образом, но координация, ведь российская оппозиция заимствует белорусские премьеры, очевидно, это просто там во многих случаях очень заметно, но должна сказать, что ведь и в России разрыв между развитием общества и развитием режима, ну, то есть несоответствие, оно нарастает так же, как и у нас, в чуть-чуть меньшей степени, потому что там вообще более сложная система и вот эта превентивность в России ну, идет сразу по многим направлениям и включая активное заимствование западных практик, то есть сама пропаганда российская успешнее существенно белорусской ну, предыдущего разлива, именно потому, что очень хорошо заимствует именно европейские, западные какие-то информационные технологии. И к чему я это? Да, в России в самой происходят серьезные политические изменения и тут я думаю, что белорусская оппозиция, гражданское общество должны и могут как-то координироваться с сходом российского политического процесса. Я имею в виду попросту, что осенью вероятнее всего будут протесты, ну, вероятнее всего в самой России. Значит, середина лета, скорее всего, начнутся, несмотря на полное нежелание российской оппозиции вообще-то, говоря, идти в столкновение с режимом. Видимо, они тоже хотят какую-то паузу себе там организовать, не знаю. Вот. Так что возможности открыты и исходя и из Виталия моего мнения, как я представляю моего личного мнения, но я думаю, что не вернуться назад нельзя не добиться, как бы это вам сказать, ошеломляющей демократической победы, даже в случае смены режима. Надо сказать, кстати, что режим уже сменился, ведь это же другой режим, несмотря на то, что это Лукашенко, все тот же и все те же люди. То есть эти люди действуют иначе, меняют взаимодействие между собой, институты меняются, тут нужно внимательно наблюдать и искать возможности. Вот так я скажу. Спасибо, Валерия. Действительно, да, режим меняется изнутри и про этот маятник действительно стрелье поправило, потому что, конечно, да, я обрисовал внимание на международные события, но было бы не стройливо сказать, что внутри Беларуси никто бы на это не смотрел и ничего не делал, а просто было по течению. Полно очевидно, что и подходы оппозиции в 2015 году весьма отличались от этих подходов, что мы видели в 2006 году. Добрый, тогда, Рыгор, я вот таксам взялся на тебе, есть тебе что-то дать относно того, как ты бачишь, в принципе, шмар уже произошелся по тем, как Виталя прикладывается до сегодняшней беларусской решительности, али али ты мая что-то дать, можу задать, что на самом 2021 году, какие моменты ты взгадывал Виталя? Дякую, великим. Я взгадывал, что хотелось почуть когось разумного, кто, как сказать, думает про ситуацию в этом контексте. Я взгадывал в первый час я можу к рыху дадам про то, что казала Олена. Мне подозрится просто возгад тезис важный про международный ауторитарный интернационал. Что все-таки мы повинны разуметь, что мы находимся в некой взаимозалежности с иншими ауторитарными режимами. И в принципе, кали поглядеть, то все, кто потребляет Лукашенко, это ауторитарные системы. И при тем, что ихний интерес у подтримания этой системы не таки уже вельми мощный. Мы разумеем, Россия ставить на Александра Лукашенко, потому что он человек, который может быть не приемен для их, но все-таки наибольш отповедает российским интересам. Кали подумают про Китай. Варто было бы Китаю подтримать Александру Лукашенко, это так отповедает их интересам. Широк на международную деятельность Александра Лукашенко теперь, тут первый визит был в Азербайджан, так само территорию Украину, на это достаточно с с сосунки, которые побудованы на территориизме, на политике. Мы видели первые визиты, мы после бачили телефонование с Эрдоганом, так само поддержка этого интернационала. и мы чули супольное заяву НАТО так само было шмат очень некая ступень откорректована именно это позицию Турции, как мы бачим, что авторитарные системы, они один одного попробуют подтримать, потому что она отчевает свою огульную небеспеку от того, что отбываются некие демократичные измены. Я думаю, что так само есть информация про Венгрию, на коль она ставится прихильно неприхильно до уведения экономичных санкций до сегодняшней политической системы Беларуси. Мы бачим, что в принципе авторитарный возит интернационал я не с и мы должны осведомлять, что неким шином будет один одного помеж с собой подтримливать, потому что есть осведомление, что это не гульная гульня, что это не то, что отбывается в стране, это не гульный тренд, и тому они один одного подбадерывают, трымаются один одного, учатся один одного, и на жаль, это заховается еще на некий час. Дякую, что сейчас рассказывал про гульный тренд, например, сгадал подеи арабской весны, и не не арабской весны, не поспел и отрек на арабской революси. то максимум из этого так само, авторитары вынесли при себе некие уроки и подумали, что там нужно централизоваться в Белоруссии, потому что не отримать наступную некую хвалю. Потому что это правда, что эти уроки есть. И я, на самом деле, так само уже некоторое слово забываю это додать. Вы просто зараз сказали про то, как изменяется роль диаспоры в сравнении с тем, как это писал Виталь, и, кажется, это просто дарма, мы не узкодали таким видовочный факт, что нам просто сильно связались технологии в тех временах, когда это писал в Италии, потому что возможности читать новинные работы в Телеграме и делать маркирование в зуме, потому что в 2006 году и близко не было возможности уявить, что так это еще будет работать. Поэтому, конечно, эта диджитализация, которая очень сильно поскорилась в связи с коронавирусом, мне кажется, она так само очень сильно изменила в уголе важность того, что физически находится и, безумовно, так само повплывала на мощность. Делал диаспор, ну и, например, тоже финансовый делал диаспор, в начале в коронавирусных справах, а потом в фондах средарности. Здрасте, так само шмат стал Махчимовым просто тому, что добро працуют технологии королевых грошей, это просто, я дознал таки, зараз можно, как по ветру это не заугажаем, это нечто такое вельми звыклое, но в 2006 году, особенно в июне Беларуси, то это докладно было за всеми таки, а теперь. Но я вижу, что я уже сказал, что я хотел сказать, чтобы снова передать слово спикерам. Поэтому, если, пожалуйста, Раска Аллена, поскольку Рвор начинает голосовать вас, то, соответственно, есть мощность для отказаться, то напомнить это в искусе. А я хочу вельми протягнуть на тему технологии, якую, Вадим, вы зараз закранули, но с крыху іншого погляду, а с того погляду навучания и опереджания, которые мы уже обмерковали. Найперца все про опереджвание. И вось цикава поглядеть, и на сам рэч зараз режим Лукашенки настолько уже опереджвая падения и асэнсаванне того, что отбывается, и на кольки сам режим Лукашенки учится не только из международных практик авторитаризму, але и из того, что отбывается в Украине, и яке вы снова ён с гэтага робить. Мне вось падается, что он не вельми добра учится. Мы уже казали некальки разов сегодня у дискуссии, что он всё-таки праглядзеў развитие этих же технологий у нас в Украине, ці Телеграм, ці Удзел Дэазбары прас технологий, ці фандрейзинговые компании, и что он всё-таки пропустил той адрыл от грамадства, який важный для любого режима, ка працягваць исноваць. Але вось так само треба узгадаць, что всё-таки беларуский режим не самым просунуты у плане технологий, и у плане экономичной модели у свете. И с гэтага пункту гляджыня мне падается, что Лукашенко не шмат вучыцца с того ж Китая. Адное пытанне ці ён вучыцца, ці не вучыцца, а другое пытанне, конечно, ці ёсць ў Беларусі ресурсы, ка патрымлёвать такую ж технологічную развитую режим систему, наприклад, адсочвання социальных медий, як ў Китая, ці распазнавання твара, як ў Китая. Ёсь спробуй і ў Беларусі гэта прапрасоваць і дасягнуць такову узроўню, але ўсё ж таки беларуская система только на самом пачатку гэтага накерунку. Тому мне падаецца, што тут ўсё ж таки не апэраджэнне і не прадухэленне, над якім працтуе Лукашэнка, а ўсё ж таки, калі рэжым хоча застацца ў там, дзе ён зараз ёсць, вельмі шмат працы будзе патрэбна, каб аднавіць не толькі социальны контракт, але каб модернізаваць сам рэжым із пункту гледжэння экономіки, із пункту гледжэння технологій. Але канешні той факт, што рэжым не вельмі добра вуджыцца, ўсё ж таки добрый та для грамаства Беларусі, з того боку, што тэхналогія викаристовуюцца самім грамаствам більш паспіхова і більш ефікцібна. Сапрадаю, дзякую. Мені сподавався тезіс про тое, што каб застацца там, дзе ёсць, шмат ўчым ізмяніцца. Кэтамо ўшы сапрадаю тое, што ўчым складана з чым складану беларуцького рэжыма. Почасам, навад калі глядішцца на реакцію беларуских владов на някі падеі, навад калі глядішцца падеі з усім неполітичныя, почасам, не здаецца, што, в принципі, там, двяносцца сотків дзеніў влады займае просовування мэсэджа, што нічого не зарылся, нічого не змінилося. Хто ўсё планове, хто ўсё шаканая. Здаецца, калі заутра брынецца, мэсэджа, калі глядішцца мэсэлі, у нас так регулярна, в Беларусі зараз бас мэсты, а калі глядішцца ўсё чакаю, калі глядішцца, што ўсё так і плановалося, брынецца, нічого не змінилась, это ўсё стабільно, а вы нічого такого? Не думайте. Хочел спитаць Пётра з нами. Пётра, так само, на завершыне нашого блока спікерів, здаецца, што ўсё може додаць адносны ідею Віталя у теперішній гады, і так само, ты, нешто, обяцаў там про сценарі адносны прогнозаў. Што може быть, нешто, што прагата прагаварець. Так, яццаў. Выконывай своя обяцання. Віталі писаў про три сценарі падзеў, трансформаціў ў Беларусі. Першы сценарі гэта сценар прарыву. Тобок пераход да демократы, абобразвыбары, абобразмасаваю мобилизациў. Вельми малоимоверны сценар, писаў Віталі 15 годов назад, і, на великий жаль, сёня, ў 21 годі, выпадая, сказаў, што може быть, не вельми малоимоверны, але надалі гэн ў недужа, немоверны. Другі валиянг гэта трансформаціј персаналістскај дыктатуры ў конкурэнтною аутакрату. На російські або украјнскі узор, но меў на увазі Віталі ёсцца тыј часы кучмавскі, па паводле кучмавскага узору, трансформаціў існах рэжыму пад уздзејнім бонкавых фактороў ў першую чаргу російська. І трэці сценар, трэці варіант, гэта перадумовы, захаванні перадумовоў для дэмакраты, але без дэмакраты. Гэта значыць, што ў грамацтве наспявае і жаданні, і гатомнаць да дэмакратычнага ладу, тым не менш дэмакратыя стрымливаецца, не наступае. І далейшая соцяльна эволюція, як пише Вітал, паступаўе змена ў еканамічнај системе, ладзе жыццца грамацтва, вядуць да ўсё бульшы глыбокіх перадумоваў, та абвастрэння гэтага жадання, кака наступіла дэмакратыя. Тым не менш існуючы палітычны баланс сілаў, заховаецца на карыз пановнага рэжыму, з аднага боку за слабасці і несістэмнасці апазіцы, з другого боку за ефектыўнага вынишчэння палітычных апаненту, табох што репрасіўны апарат працюе цаўкам добра. Гэтая два астакаўні варэянты Но 15 годов назад Виталь оценивал, как больше имоверные. Ну и надалей это застается, так оно и застается. Можно только изменять тут силу этого стверждения. Это первый вариант, переход до демократы, как такой. Он теперь высший, чем 15 годов назад. Виталь тогда вельми осторожно про это сказал и сказал, что это амаль не махчима. Теперь я бы так не сказал, что Виталь так само не сказал, что теперь больше шансов, не меньше надалей этот сценарь, на жаль, застается меньше, наверное. Это два другие варианты, только что отбудется трансформация авторитаризма у направления або конкурентного авторитаризма. Ну альбо, альбо вот этот третий вариант. Это значит, что силой удастся, удастся еще некий час, несколько годов отрымливать. Такий жорсткий авторитарный режим, причем он может стать еще более жорстким, потому что отбылась делегитимизация. Ну вот, ты не имеешь, вот, когда брать под увагу этот третий вариант, который подается, ну, наибольший суммным, конечно, аль и надалей он застается наибольшим имоверным. Вот, Виталь, звертаю увагу на такие моменты, что все ж таки такая ситуация для режима так само далека некомфортная, так само рызыковная, потому что погражает выбухом серьезного социального конфликта. Вось, гэта означает, ну, рызыка и рознага робота страта для самого режима, не только финансовых страта, просто, когда гэта выльется в нечто неконтролюванное, то гэта может отбыться и стрелянина, и кровопролитие. Ах, ляры з усих боков будут. Таким чином Виталья говорит, что хоть и за все будет прапраться параллельно, с подавлением протестных настроек, будет прапраться махчимость некой конституционной реформы. То, что мы видим и видим со всеми, что как перевести Беларусь с егемоничного авторитаризма до конкурентного авторитаризма, например, про распространение полномочного парламента и местных ул. Это так само проговоровалося. Нейкий час с боку Лукашенко и представников режима, но тем не менее режим вышел пойти в направлении, если этот направлении протягивается, это еще вопрос, но решил пойти в направлении, как не подширать полномочный парламент или у Рады, или судов, или местных ул. Алья надать конституционный статус такому вельми тьмяному органу, как у себя Беларуський Народный Сход. Там, где празрыстность процедуры, значит, празрыстность процедуры, значит, празрыстность, значит, празрыстность, чем в рамках выборного процесса авторитаризма. Ну, такий сценарий, з одного боку, кажется, Виталь, сдольный стабилизовать режим и обновить легитимность претензий Лукашенко до влады, але он сдольный так само привести до формования мощнейшей, больше структурованной оппозиции. Это, значит, какие-то вещи реформы, они створают имоверность того, что оппозиция все-таки будет усмачняться. Ну, не оппозиция, не обысково в таком классическом смысле, а прохильники пирамидов, так, так бы, может, которые могут быть у любых мест, проявиться у любых мест, так, как это сталося в 2020 году. Это в любой момент может у будущего статус. Дякую Петру, коли мы с оправдой побачивали, что навык у сонарах, которые, например, на первый взгляд, не выглядают никаким добрым кроком для датмократа, как у культурного русского народного схода, а для этого не менее мы бачим, что с оправдой это, как слышно, что писал Виталь, створяя, створяли у Лады и новые рызыки, и эмоционирование оппозиции. Я хотел бы завернуться зараз до нашей аудитории, потому что я веду, что тут есть много людей, которые самостоятельно видели Виталя, и максимум вам было бы, какими историями про это все поделиться. Например, я заметил, что с нами есть аналитический рынок, и я помню, что я так само писал свою историю про встречу с Виталем в регистрации на нашу дискуссию. Так само я бы разумею, что тут есть люди, которые с Виталем были разом на разных адекватных программах. Поэтому, пожалуйста, я просил тебя показать, если у кого-то есть что задать, если есть некое ожидание, нечто узнать про Виталя, пожалуйста, я просил бы, Антон, может, ты бачишь, у кого у нас поднята рука, и, может, кто готов, просто включить себе камеру, микрофон и нечто выказать. Антон? Не, не большой. Не большой урок. Я думаю, что мы можем еще нечто обмирковать, а можем и закончить. Но мне все, что бы хотелось, я веду про нам все. Я сейчас не большой род родственников, но, например, в форме регистрации на нашу дискуссию так само регистровалась мать Виталя Селитского, а даже не Анна Селитская. Не большой сейчас род родственников. Мы можем тогда и закончить, когда никто из родственников нечего додать. Я еще раз закликаю всех, кто особенно веду Виталя, поделиться своими вспоминами. И может, тогда и кто со спикером, так само, с тех, кто знакомы с Виталем мог бы нечто додать. Если я бачу, она из Марина уже включила камеру, то максимум мы пачуем историю про Виталя Селитского так само. Спасибо. 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 Петра. Спасибо. 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 Добрый день всем. Рады видеть вас. Я с удовольствием слушал вас всех. Я очень хорошо помню Виталия Селитского. Человек как раз ввел меня в исследование Беларуси. Это в качестве воспоминаний мы его приглашали. И Петр Марцев тоже тоже человек досрочно нас рано очень нас оставил. Алексей Пикулик, Альмира Усманова. Такие замечательные люди, которые в 2009 году, то есть так много лет там в Хельсинки, где мы организовали симпозиум, где я встречалась также с Аркадием Моршесом, который сначала был приглашен, а потом стал моим начальником. Это было в университете Хельсинки. Я, конечно, по Бальзаме не могу рассказывать такие идеи, как Петр Марцев. Но да, действительно, хорошее было время, поверьте, финны тоже умеют ценить. Это были «Белые ночи». Я просто хотел бы с вами поделиться, что финны тоже умеют хорошо проводить время. Спасибо, спасибо, Найс. Действительно, в разных местах можно хорошо проводить время. Валерия, раз уж опять не по традиции, когда Ходик приходит в кадр, мы передаем тебе слово. Может, у тебя тоже есть какая-нибудь история жительная про Виталия? Ой, ну, знаете, я-то много очень с ним общалась, мы и работали много вместе, многие вещи как бы в каких-то вещах, во многих вещах были солидарны в подходах к работе. Наибольшее, буквально действительно сильный, ну, прямо очень сильный след оставило во мне историю его умирания. И она как-то показывает вот его вообще подход к жизни и к проблемам. Ну, это было в каком-то смысле… То есть он очень боролся, очень, и стремился получить необходимую помощь. И, кстати говоря, именно, я не помню, бывали ли эти случаи долог, но была солидарность в оплате необходимого лечения, недоступного здесь. Но когда уже стало понятно, что борьба проиграна, он все равно… Ну, я не знаю, вы знаете или нет, он был одинокий человек. То есть, в смысле, он не был женат и не имел такую традиционную семью. Воспользовался, но при этом у него был очень широкий круг друзей. И вот, ну, само ведь умирание, ну, оно очень тяжелая вещь, требующая помощи, ну, попросту. То есть это невозможно осуществить самостоятельно. И круг друзей Виталя ездил к нему, то есть люди дежурили, менялись. И он фактически, ну, очень мало оставался один, его поддерживали. И это не потому, что мы такие, а потому что он такой открытый человек. Я никогда больше такого и не видела. Удивительный опыт. Очень трогательный и очень… Я даже не знаю, можно ли говорить применительно к умиранию, но он был вдохновляющим. Да, действительно, с одной стороны, не та для всех, может быть, самая тяжелая страница. Но так, как ты об этом говоришь, и вот такое умирание в кругу друзей, сторонников, которые тебя любят. И быть с тобой в последний момент, наверное, это то, о чем многие думали бы, возможно, как один из самых таких близких сценариев. Наверное, после этого, даже не знаю, как-то логично, начиная с политической концепции, мы дошли до его воспоминания и веселых моментов, воспоминания о конце жизни Виталия. И, наверное, это как раз тот момент, когда логично и заканчивать. Я очень благодарен всем тем, кто сегодня был с нами, кто участвовал в этой дискуссии. Я рад, что мы все сегодня вспомнили Виталия Силицкого и его наследие. И что благодаря такому прекрасному количеству людей вокруг, это, наверное, одно из самых, на мой скромный взгляд, ценных качеств человека, когда он может не только что-то делать сам, но и оставляет после себя очень много каких-то и приятных воспоминаний, смущных воспоминаний и серьезных хронологических концепций и различных ростков, будь то книги или будь то стипензии, по которым кто-то может учиться и учиться сейчас. И, действительно, это все позволяет верить, что наследие Виталия живет и будет жить. И, наверное, со своей стороны, как БИС, мы тоже будем делать все для того, чтобы Виталий Силицкий его помнили, и чтобы его идеи продолжали в Беларуси жить. И пусть наша сегодняшняя дискуссия тоже стала в этом вкладом. Поэтому спасибо всем и будем заканчивать и оставаться с воспоминаниями о Виталии Силицкого. Спасибо всем и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok